Власти будут обсуждать с населением планы по реорганизации ЖКХ Ирина Невинная. Рисунок к статье. Прежде, чем передавать в частные руки системы теплоснабжения, водопроводы, канализационные и очистные системы, еще до объявления конкурса необходимо провести публичные слушания. ВОНФ подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, который обяжет муниципальные власти обсуждать с населением свои планы по реорганизации ЖКХ. Понятно, что привлечение частных инвесторов – это едва ли не единственный реальный вариант возрождения жилищно-коммунальных предприятий. При передаче старой инфраструктуры в концессию подразумевается, что бизнес не только будет ремонтировать старые сети и строить новые, но и обслуживать все это хозяйство в дальнейшем. Разумеется, окупая вложенные средства. Эта идеальная схема работает редко. Решения о передаче объектов ЖКХ в концессию нередко принимаются кулуарно, жителей не ставят в известность, пояснил РГ один из авторов законопроекта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. Условия концессионных соглашений обсуждаются в закрытой форме, в них не участвует ни общественность, ни журналисты. Читайте также, банки перестанут выдавать кредиты тем, кто не платит за ЖКХ. А такая непрозрачность, вообще характерная для коммуналки, не случайно, нередко оказывается, что конкурс выигрывают компании, тесно связанные с представителями местной власти. Понятно же, что на необходимость инвестиций в реконструкцию и строительство сетей легко списать едва ли не любое увеличение коммунальных тарифов. И люди платят, деваться им некуда. Эксперты ОНФ проанализировали, как проводятся концессионные конкурсы в нескольких российских городах. Проблемы везде примерно одинаковые, отсутствие независимого аудита, многомиллионные долги, висящие на предприятиях. У выходящих на конкурсы коммерсантов отсутствуют инвестиционные планы. А у властей нет четко сформулированных требований к бизнесу по восстановлению инфраструктуры. Читайте также, эксперт, появление умных домов в РФ мешает дешевая электроэнергия, проанализировав условия передачи в концессию объектов тепло- и водоснабжения в нескольких российских городах, в частности, в Рязани, Волгограде, Бердске, можно прийти к выводу, что есть реальная опасность ухудшения состояния объектов ЖКХ, заключили эксперт ИОНФ. Те условия, на которых сейчас планируется передать коммунальные объекты в частные руки, могут привести к тому, что они будут полностью изношены, и понадобятся огромные бюджетные средства для их восстановления. Хотя бы отчасти решить проблему можно, если обсуждать все условия предстоящих изменений прозрачно и открыто. Для этого предлагается обязать концидента, то есть муниципальные власти, выносить проекты концессионных соглашений на публичные слушания еще до объявления конкурса, пояснил Старшинов. Нужно зафиксировать мнение граждан по результатам таких слушаний отдельно от мнения юридических лиц. В итоге мы сможем повысить качество принимаемых решений и понизить социальную напряженность.